У нас в гостях Егор Ковальчук, владелец интертеймент-компании. Старает фонда баром, вот это прям сто процентов про меня. Всем же как кажется, что это такой сплошной праздник там. Извините, мы у нас отходняк, мы никуда не идем. То есть понравилось? Там стоило били по 10 тысяч долларов, это типа чмошник. Перспективы больших заработков, они есть? Ты зарабатываешь такое количество денег, как твой мозг может вынести. Ты оказался в этой тусовке, какие у тебя были впечатления? Нет, эту историю не могу рассказать. Всем привет, это программа «Американские истории», я Лиза Кайменна. И сегодня у нас в гостях Егор Ковальчук, владелец интертеймент-компании. Привет, Егор. Добрый день, привет. Ну, расскажи прежде всего, как ты вообще оказался в Америке? Как тебя занесло? Как меня занесло? В первую очередь, мой дедушка эмигрировал сюда еще в начале 80-х годах. И я, кстати, недавно узнал… То есть, к сожалению, он умер, когда я уже приехал в Америку. Но, как мне рассказали моя бабушка и так далее, я просто недавно прочитал письма. Он работал в IBM. Да, то есть, так оказалось. Я, кстати, об этом узнал буквально три месяца назад. И, не знаю, мне какая-то была… Кстати, на самом деле, я Америку не очень любил. И постоянно вот этот стереотип русской, навязывание стереотипов… Не хотел сюда ехать, но в какой-то день я решил поехать сюда. Я приехал по work and travel, мама дала денег. И первые три месяца я работал… Кстати, это американская мечта. Да, я работал на Статуе Свободы. Первые три месяца мы там делали бургеры. Я приехал студент, я учился, получается, в Молдове на психолога. И во втором университете я учился на менеджмент. И приезжаю в Америку, и мне рассказывают менеджер мой. То есть, они думают, что, не знаю, в Молдове там люди необразованные. Но мне рассказывали, как нужно мыть руки, как там работать на кухне, как общаться с людьми. В общем, первые три месяца мы продавали бургеры. И я каждый день видел Статуи Свободы, Эли Сайланд, музей миграции. И вот таким образом я… И потом я уехал обратно в Молдову и решил потом на второй раз уже поехать в Америку сюда. И решил уже остаться… То есть, понравилось? Понравилось. Ну, это, конечно… Нет, работа, конечно, мне совсем не понравилась, понятное дело. То есть, там, второй… На второй год я вообще там просто… У меня история называется «Start from the bottom». То есть, я занимался… То есть, мне там мусором… Убирал мусор. Когда по второму разу приехал, то есть, опять же, я устроился на этот… На Статуи Свободы меня поставили разгребать мусор. Я занимался тем, что мы раскладывали там пластик, алюминий и так далее на сортировку. И вот чем я занимался каждый день, пока меня не привели мои друзья в другую часть бизнеса, познакомили в ночной жизни, познакомили меня с промоутерами, которые работали. И таким образом я начал потихоньку ввязываться в эту индустрию и потом открыл уже свою компанию. А изначально, на самом деле, я пришел в ночную жизнь с игры «Мафия». То есть, мы играли в «Мафию»… Конечно. А есть такой, как «Winter Garden» на Уолл-Сритере, и мы там собирались с русскоязычными молодежью играть в «Мафию». И это был мой, получается, костяк, который начал потом ходить на все наши мероприятия. Потом у нас еще в Бруклине было заведение одно, и мне владелец ресторана предложил «Давай устраивай там «Мафию», и я буду платить процент с продаж». То есть, это были первые такие начинания в плане зарабатывания денег именно с интертеймент-бизнеса. И потом через года полтора, когда я уже открыл свою компанию, начал уже заниматься более масштабными вещами. Ну, а про ночную жизнь Нью-Йорка. Вот ты оказался вот в этой тусовке. Какие у тебя были впечатления? Уже мой брат двоюродный жил в Америке, он мне помог именно с жильем. Первое время я жил с ним, и в первый же день прилета в мой Соединенные Штаты Америки я сразу попал на Бенни Бенаси в клубе Паша, тогда на 46-й улице. У него еще был VIP-адмиссион, то есть все как эти... Я просто был в шоке от того, как это происходит. Я первый раз увидел транссексуалов, я первый раз увидел там черных людей, то есть для меня это было просто, ну, что-то вообще нереальное. Там четырехэтажные заведения, то есть это было на самом деле очень круто. Познакомился сразу с девочкой. Какой? С изяточкой. А, ну то есть как бы не с той, с которой сидишь. Не с той. То есть просто с девушкой, да? Просто с девушкой. То есть это было первое такое впечатление. Но это еще не работа, ты просто пошел тусить, да? Да, первое впечатление это было пошел тусить, а потом, когда уже вязался, начал уже работать, ну, в конечном итоге, то есть первое впечатление о работе денег, не знаю, как зарабатывать. Вот первое впечатление, как заработать деньги. То есть первый год это реально было как дополнительный заработок, нужно было, получается, денег не особо было много, ты едешь на метро, в этот клуб, приглашаешь гостей, потом ты, получается, в 4 часа туда заканчивается это мероприятие, на такси денег опять нету, и ты в метро, в Бруклин, полтора часа, очень много раз засыпал, останавливаешься на Куни-Айленде, просыпаешься, берешь другой трейн, и не туда опять едешь. А что такое вообще, в чем заключается в Америке работа промоутер? Потому что всем же как кажется, что это такой сплошной праздник там. Не, ну учитывая так, смотри, если мы говорим о начале, да, то есть это понятно, что, окей, тебе когда 21 год, понятно дело, что куча много девочек, там, что хочешь, все можно, как в кино, в общем, да. Да, но в конечном итоге у меня была цель, то есть очень много людей, которые уходят и не достигают определенных там целей в нашей индустрии, из-за того, что они там спиваются, то есть первая очередная задача, это именно продвижение своей компании и зарабатывание денег. А в принципе так и есть, да, то есть частные мероприятия там с миллионерами, миллиардерами, очень много разновидностей этих мероприятий мы делали, конечно. Ну а что требуется вот от промоутера? То есть привезти там, не знаю, каких гостей, какого качества, что вот это, как это бизнес устроит? Окей, начнем с того, что есть разная развивность промоутеров, я потом приду к тому, к чему я занимаюсь сейчас, начиналось с того, что я был сапромоутером моего друга Саши, Демя, ты, наверное, его знаешь, заключалось в том, что, типа, приведи там энное количество людей, заработай там, изначально начиналось это там чуть ли не 5-8 долларов с человека, который придет к тебе, например, в этот клуб. То есть задача клуба, это, получается, 300-400 человек у тебя в клубе, каждый дринк стоит по 15 долларов, даже если ты промоутеру отдашь тебе 5 или 8 долларов, у тебя средняя маржа с каждого человека будет примерно 60-70 долларов. То есть таким образом, очень выгодным клубам нанимать промоутеров, которые на самом-то деле это дешевле будут стоить, чем тебе, например, нанять пиар-компанию, да. То есть сначала начинается с того, что ты как сапромоутер, сапсапромоутера и так далее, просто приводишь каких-то людей, которые там, не знаю, нашел на улице или как я там с игры мафия. Потом есть разные промоутеры. Есть промоутеры, которые занимаются организацией всего ивента, то есть это как у вас, например, в студии есть там режиссер или там продюсер, да. То есть я выступаю сейчас уже как продюсер более. Опять же, есть, например, модельные промоутеры, их незадача привозить моделей в клуб, которые посадят рядом, например, с богатым дяденькой, который будет думать, о боже мой, какой я крутой, сейчас потрачу 10 тысяч долларов и пойдешь домой один. Задача такая, да. Есть, которые занимаются селебритис, да, то есть только, например, селебритис. То есть там, например, Cardi B, там или Rihanna, там или еще какие-нибудь гости пригласит им в мероприятие. Ты, например, платишь, например, какой-то звезде, там, не знаю, 10, 20, 30, тире, там, 100 тысяч долларов за безвестность от бюджетов. И можешь там нанимать, например, ты нанял, например, DJ Khalida, и у тебя столы сразу бум, там не 2,5 тысячи долларов, а уже 10 тысяч долларов. Сколько тебя заняло в Америке по времени, чтобы вот чувствовать себя комфортно финансово? Ну, смотри, учитывая, что у меня сейчас 2 детей, комфортно финансово, я не знаю, что я когда буду себя чувствовать, потому что они седают просто нереальное количество денег. Комфортно финансово, ну, опять же, 100 в зависимости от комфортно финансово. Ну, чтобы вот себе самому было комфортно. То есть у каждого же свой какой-то такой уровень комфорта, да? У меня просто запросы постоянно растут. Наверное, когда первая машина появилась, я думаю, тогда уже более-менее отлегло. На самом деле, ковид, вот эта история с ковидом очень сильно, просто жесточайше ударила по нашей индустрии. То есть мне, можно сказать, пришлось всю компанию просто перенастроить. Наверное, через 6-7 лет я, находясь в Америке, я так более-менее остался. Опять же, у меня были периоды, понимаешь? В нашей индустрии вот в чем проблема, то, что иногда у тебя будут периоды взлета и выпадения. А чего это? Перегорание аудитории. Например, когда ты начинаешь, у меня какой-то момент, я когда работал перед, то есть полностью перешел в промоушен, получается, еще такая ступенька была, да? Ты, получается, забираешь свою базу данных, то есть, например, 5 тысяч человек, 3 тысячи человек. Эти люди в конечном итоге, например, либо перестают тусить, либо они устают, либо там девочки беременеют, парни выходят там, женятся и так далее. То есть тебе нужно постоянно подпитывать свою аудиторию. И в конечном итоге я чуть-чуть устал заниматься этим, и вот на данный момент мы перенастроили все больше в основном все онлайн, то есть продажи билетов и столов и так далее, то есть более-таки масштабная история. Смотри, ты занимаешься, ну и сейчас там вот ты перешел больше в онлайн, да, в какую-то уже более серьезную компанию и так далее. А ты занимался, ты был промоутером, ты все время тусил в ночных клубах и так далее, и так далее, где куча девочек и то и все, но при этом ты достаточно рано женился. Вот расскажи эту историю. Дважды. А, уже дважды. В любой профессии происходит такое... Пресыщение. Да, пресыщение, потом ты выгораешь из-за того, что, например, на самом деле, ты когда приходишь, например, на работу, да, бывают хорошие дни, то есть там, например, мероприятие отличное, все прошло замечательно, все заработали деньги. И в основном для меня это было именно, то есть главный подход, это чтобы мероприятие самому или людям, которым понравилось, да, там девочки и там все остальное, это как бы было второе-чемпиадо. Конечно, понятное дело, что это было все, то есть там историй было просто куча. Можно будет поговорить об этом. На самом деле, всегда хотел, наверное, сцениться. Да, и каким-то образом мы, кстати, познакомились с моей, Женей зовут, на концерте Зимфера, кстати. Первое наше свидание было в ресторане, ну я из Молдовы, в молдавском ресторане, в Бруклине вообще просто. А она как к твоей работе относилась тогда? Да и сейчас как бы. Не очень, да? Не, ну конечно, я считаю так, что если ты захочешь изменить или что-то еще, то ты всегда можешь это сделать вне зависимости от работы. Как удается все-таки совмещать, да, семья, двое детей, там, игрушки, пеленки, распашонки и клубную жизнь, ночную жизнь, которая сейчас все-таки возвращается уже после пандемии? То есть после пандемии. То есть два таких мира разных. Абсолютно два разных мира, то есть тебе реально каждый день. Я сегодня вот проснулся в 6 утра, мои дети решили устроить праздник жизни, да, очень рано. И как дается совмещать? Иногда совмещаются, иногда не очень, потому что нужны няни. У нас где-то два детских садика, получается, и в основном сейчас вся ночная жизнь, на самом деле вся работа в основном происходит днем. То есть у тебя там e-mail, совещания и так далее. А потом ты еще идешь в аут, например, на пятницу, в субботу, да. Поэтому очень много нужно денег в основном, на самом-то деле. Поэтому вот в чем проблема, только мы говорили про финансы. Большую часть бюджета съедает именно вот дети. Ну какие перспективы, в этой сфере вообще перспективы больших заработков, они есть? Просто нереальные заработки. Ну окей, неспокойно, я думаю, что в конечном итоге я приду к тому, что можно гроздь. Грозд, за один ивент можно делать миллион долларов. За три дня моя компания сделала больше ста тысяч. Да, то есть в принципе продакшен ивентов может превосить нереальные деньги. Но опять же это нужно либо инвестиции, либо ты свои деньги вкладываешь. У нас из восьми ивентов семь были прибыли, один мы отменили, который ушел в минус. А почему? Я думаю, тоже происходит выгорание, то есть у тебя есть определенная база данных, то есть даже если там 20-30 тысяч человек, даже если ты покупаешь рекламу, мы получается, один из ивентов, который был в воскресенье, мы отменили. Очень много людей пошли в ад в субботу. И те люди, которые, особенно у нас же в основном, клиенты богатые, они уже пишут на следующий день, извините, мы у нас отходняк, мы никуда не идем. То есть поэтому, даже если у тебя есть определенное количество, например, контингента в воскресенье, по деньгам я, примерно, прочитал, что ты не выходишь в плюс. Потому что заведение тоже ты должен подписать контракт, например, ты должен предоставить энную сумму денег, которое заведение тоже должно заработать. Например, с Чаприани это было, они должны были заработать минимум 200 тысяч долларов. Только расходы, то есть их не заработать, плюс расходы там и так далее. И все, что с плюсом, это уже наши проблемы. А, например, в воскресенье там было где-то 10-15, то есть нужно было заплатить. То есть иногда у нас бывает такая ситуация, когда мы ориентуемся в помещении, и мы должны уже, например, диджеев нанимать, все, то есть просто площадка. Да. Кто основная публика, вот кто эти люди, как ты описываешь своих гостей, вечеринок? Основная публика, это, наверное, успешные либо предприниматели, бизнесмены. Также есть парни-одиночки, которые ищут себе девушку там на ночь, долгосрочные, опять же. И девушки это в основном там 25 и плюс. То есть если даже и на самом деле есть очень старенькие там дедушки ходят, какие-нибудь там с Уолл-стрита, которые уже еле ходят, но все равно хотят тусить. То есть публика очень разноплановая. То есть учитывая, что у нас есть, например, мероприятие, которое там полностью под, например, когда я лично хостую, например, клиенты мои личные, а есть клиенты, например, под компании. То есть могут, например, когда-нибудь там ботпати, например, дип хаос, например. Мы в основном занимаемся дип хаосом. То есть европеодная, назовем так, публика, которая любит хаос-музыку. Но опять же, если мы делаем какое-нибудь мероприятие, там какой-нибудь хип-хоппер выступает, понятное дело, что там это будет в основном... Ну да, помоложе. Помоложе, и в основном всякие рэперы с цепями. Не очень особо люблю их. Какие у тебя сумасшедшие истории? Наверняка же были, да я знаю, что были, но мы с тобой даже обсуждали. Сумасшедшие. Какие-нибудь запросы сумасшедшие. Я помню, что ты рассказывал про каких-то русских олигархов, которые сюда приезжали тусить. Русских олигархов. Мы, кстати, скоро будем планировать один из ивентов, скорее всего, для русских. Ну то, что мы делали для вот этого, в общем, один из владельцев стрип-клуба в Москве, был запрос такой, давайте, ребята, я прилетаю, там у него команда 30 или 40 человек, и он взял всех своих стриптизершей с собой еще. Не знаю, там всем дали визу, но, в общем, все прилетели. И мы встречали их в аэропорту, то есть с плакатами, там, я не буду называть их всех имен, ну, этих людей, то есть там некоторые знаменитости. Хлеб, соль, там, добро пожаловать, эти все танцы русские народные, там, у них два автобуса на улице стояли с его портретами, повезли вот это, мы сняли полностью в Эбстер-холл, там, получается, на тысячу человек. Все оплатил, у него там был запрос, там, типа, из резряда, там, давай-ка нам, а, мы начинаем, получается, концерт, через, там, полчаса я хочу, чтобы на всех столах была клубника. Я думаю, блин, вен, иду, там, где-то 100 килограмм этой клубники, блин. Позвонили моим друзьям, там, владельцев ресторанов, я говорю, слушай, там, я Виктору одному позвонил, мне на 4 ресторана, говорю, слушай, через час мне нужно, там, 100 килограмм клубники. Я говорю, деньги не вопросов, сейчас что-то придумаем. Я плюс еще купил у него всю, он говорит, а, я ему сказал, что мне нужна вся посуда. И у меня своего ресторана всю посуду продал, всю клубничку, там, то есть мы решили этот вопрос. Американцы и русские, они отличаются в том, как они тусят? Я думаю, что американцы даже круче тусят, чем русские. А из сумасшедших, то, что я видел, это давненько уже, правда, было, когда мы сбрасывали диджея с вертолета. В смысле? Это было в Хэмптонс, это был Day-Night Brunch, и скидывали, там стылы были по 10 тысяч долларов, это, типа, чмошник, типа, туалет, столик. То есть, я, получается, тогда еще приехал, я на этом мероприятии не работал, то есть это было другое мероприятие, меня пригласили как гость, я был гость владельцев. И сбрасывали диджея прямо на пляж, и велась прямая трансляция именно с вертолета, прямо сразу, то есть диджея прыгал прямо с парашютом с этой команды на пляж и бежал к нам за стол тусить. Ну, это, конечно, была такая история. Слушай, а баб приходится отбиваться? Блин, наверняка, знаешь, какие-нибудь истории вот каких-нибудь таких престарелых, 60-летних тёточек, которые там, не знаю... Нет, эту историю не могу рассказать. Ну, значит, были. Я представляю. Были. Я тебе скажу даже, что... Нет. Давай, давай, уже сказал А. Я тебе сказал А. Давай. Оперная певица. А. Ну, я думаю, что все догадались. Нет, не все догадались. Нет. Хорошо. Не она. Так. Оперная певица. Оперная певица, да. Я чувствую, бабушки, сейчас мне нельзя будет посылать ссылочку. История, например, как вот эти российские олигархи, которые приезжают и заказывают там, не знаю, медведей с клубникой и так далее. Такие тоже были, кстати. Что? Ну, богатели у нас там было... И опять же, не буду говорить кто, но в общем, в одном из городов России люди владеют стадионом. не знаю, не знаю, так, да? И на юге России, которые, в общем, за Кавказом. Да. В тот период. Горячие парни. Горячие парни. Павказские парни. Ну, не важно. Так. В общем, решили пойти в богатель. Они как раз приехали, тогда был бой какой-то там, парниша дрался, русский. Решили пойти в богатель. И просто у них главный запрос был всей ночи. Это калинка-малинка и медведь. В богателе? Да. В общем, за 15 тысяч мы устроили ему калинку-малинку и медведя. Каким образом? Ну, медведь был не настоящий, на самом деле, но там нас откопали костюмы. В общем, люди были довольны, да. Мне кажется, что твоя работа, она очень, знаешь, сопряжена с тем, что ты должен сориентироваться моментально в любой какой-то очень супер странной, максимально странной ситуации. То есть, хотят медведя, ты должен выйти из положения и тут же придумать, как организовать этого медведя. Иногда бывает. Ну, опять же, у нас же есть. А хочется иногда послать вообще? Ну, в основном мы посылаем тех, которые, например, если ты берешь, например, General Admission, да, там, в ход за 40 долларов, то тебе запросов таких, конечно же, никто не примет. Но если там люди тратят там 10, 20, 30 тысяч долларов в ночь, то почему бы и не выполнить запрос, когда у тебя там маржа от этого просто... Что такое маржа? Маржа. Ну, бабки, когда ты получаешь. Clean money. То есть, после всех расходов. В чем твоя американская история? Американская история, думаю, что вот начало с того, что я убирал мусор на Статуе Свободы, я до сих пор вспоминаю это просто. И сейчас занимаюсь интертеймент-бизнесом и встречая, можно сказать, мультимиллионеров, мультимиллиардеров, общаюсь с очень такими серьезными людьми. Я думаю, что вот это моя история, американская история. Started from the bottom. Вот это прям 100% про меня. Как ты считаешь вообще Нью-Йорк? Это про культ денег или про культ развлечений? Я думаю, это Нью-Йорк про культ выжить и показать, кто ты есть. А ты лично? Я лично вначале про выжить, а сейчас показываем, кто я есть. Ну, конечно, деньги это нереально. То есть тут столько денег. Но опять же, когда во время ковида, это просто у меня там, мы можем проговорить про это, чем я занимался во время ковида. Ну, ты понял, кто ты есть? Кто я есть? Я понял, как зарабатывать деньги. Я понял, для чего Америка нужна. То есть на данный момент времени. Вот последние два года я понял, что такое деньги на самом деле. Как вообще можно зарабатывать деньги и понимание этого. То есть ты зарабатываешь такое количество денег, как твой мозг может вынести. То есть такое представление. То есть если ты не можешь заработать больше, это только потому, что у тебя есть блокировка в сознании. То есть вот эта вот мысля, которая у меня пришла, кстати, во время коронавируса. Просто переосмыслил весь бизнес. Мы, кстати, во время коронавируса тоже очень куролесили. А, в каком смысле? В мафиозном смысле. Что ты имеешь в виду? Ну, если вы слышали новость о том, ну, то есть всякие мероприятия нелегальные мы делали. Я даже бывала. Вот я занимался, я был не у нас, а у кого-то. У кого-то был номер один клуб в Манхэттене. Во время коронавируса. То есть мы были связаны с... Я сейчас наговорю такое. Так. Наших друзей не арестовали. Потому что наши хорошие друзья нам всем помогли. Но, опять же, я так понимаю, что на самом деле тут коррупция в Америке примерно точно такая же, как в наших советских странах, только разница в том, что тут дороги более прямые и у людей достаток. То есть, например, в России, там, не знаю, в Молдове, там, я из Молдовы. Да. Воруют так, что у людей обычных денег вообще нету. А тут воруют так, что давайте, там, 30% своруем. Аккуратно. Аккуратненько. Аккуратненько. Аккуратненько, чтобы все счастливы были. Вот так надо, если... Ребят, если вы делаете, то аккуратно. Ну, то есть за пандемию ты, короче, больше заработал, чем ты, в общем-то, сейчас вот плакался, что вот, пандемия, были тяжелые времена, на самом деле, нормально. Первые три месяца были просто нереально тяжелые времена, просто эти присяг, такое, что я потерял все деньги, в общем, за первые три месяца. То есть все контракты, во-первых, надо сказать о том, что все контракты, которые были выполнены до пандемии, и деньги должны были прийти, они не пришли. Все сказали до свидания. Как бы то, что ты будешь делать с этими контрактами, то у тебя судьи, там, на 2,5-3 года. Хотя я один забрал. С паблик-отелем, который был, не знаю, ты знаешь, Ян Страджер, как его там зовут, в общем, владелец этого всей истории, который очень пишется, что он такой крутой, там, студия 54, вот, я с ними поругался. Владелец студии 54, который самый знаменитый клуб, который был там в 70-80-х годах, он открыл паблик-отель, мы вместе с ними работали, и они не выплатили деньги. И мне дали телефон Page Six, я вместе связался, и они там сделали публикацию о том, что они не выплачивают деньги, и мне выплатили деньги. Что для тебя счастье? Я думаю, счастье для меня – это успех. Ты счастлив? Нет. Я думаю, это недостижимая история. То есть у меня есть моменты счастья. Вот, например, мы сделали Хэллоуин, и ты достиг своей цели, там, у нас отличное мероприятие, да? Ну, если про работу говорить. Да, да. Опять же, у меня там здоровые дети, великолепно. Вот я радуюсь тому, что там здоровые дети, все хорошо. В этом плане, там, я счастлив. В плане работы, я думаю, что я не хочу быть счастлив. То есть ты должен постоянно тебя терзать. Я понял, когда у меня случился коронавирус, история, это просто реально, у меня такой хассел был. То есть это начинать все вот это вот терзание, что ты должен, должен, должен это сделать. И вот я думаю, что вот это вот счастье, должны быть какие-то моменты. А потом тебе опять начинается, должно работать. Иначе ничего ты не достигнешь. Спасибо тебе огромное за замечательную беседу. Я напомню нашим зрителям, что у нас в гостях был Егор Ковальчук, владелец интертеймент-компании. Это были «Американские истории» и я, Лиза Кайнин. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова